Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале, и сегодня в Тока Бока вышло новое обновление. А точнее, это набор мебели в четырех разных стилях, и один из этих стилей это стиль Уэнсдэй. Да-да, вы не ослышались, и этот набор называется «Моя комната». В общем, сегодня я хочу сделать обзор на этот набор и показать вам, что сюда добавили. Вы только посмотрите, уже по картинкам понятно, насколько классная эта мебель. Она вся современная, как будто из Пинтерс. Стоит этот набор всего лишь 179 рублей, и, как вы уже поняли, сюда добавили мебель в четырех разных стилях. Ну что ж, давайте уже посмотрим этот набор поподробнее, и я расскажу вам, стоит его покупать или все-таки нет. Ну что, мне уже не терпится посмотреть эту мебель поближе, и сначала давайте начнем, конечно, с обоев. Первые у нас здесь обои такие фиолетовые, вторые со звездочками, третьи обои, вау, они такие прям яркие. Следующие обои с принтом «Коровы», еще одни какие-то фиолетовые обои. Посмотрите, это же обои в стиле «Гоблин Кор». Вау, я знаю, что многим нравится такая эстетика, и я уверена, что эти обои вам тоже понравятся. Следующие обои с инопланетянинами и черепами. Ну и последние просто такие зеленые обои. Ну давайте оставим с принтом «Коровы», мне они понравились больше. Теперь перейдем смотреть пол. Их добавили всего три, вот такой темный. Также добавили голубой ковер и розовый пол. Ну все, теперь пойдемте скорее смотреть мебель, и первое, что мы посмотрим, это, конечно, кровати. Первая здесь кровать с лянами. Вау, ребят, посмотрите, какая она классная. Следующая кровать фиолетовая подвесная. Это удобно, если у вас нет в комнате места, можно сверху повесить вот такую кровать. Следующая кровать такая мрачная, это, я так понимаю, стиль Уэнсдэй. Тоже удобно, сразу вместе и кровать, и стол. И четвертая кровать такая маленькая, я думаю, можно использовать ее для ребенка. Так, в коврах у нас вот такой есть зеленый коврик, желтый ковер в виде молнии, черно-белый коврик, опять-таки стиль Уэнсдэй. И последнее, вот такой желтый ковер. Блин, мне так нравится, что разработчики добавляют мебель, которая есть у многих в реальной жизни. И она действительно очень красивая и современная. Например, вот такая вешалка с лянами. Столик с лампочками, посмотрите. Я уверена, у многих он есть в реальной жизни. Дальше у нас идет комод. Здесь всего два отдела. Черный мрачный шкафчик. Смотрите, как много здесь наклеек. И сверху еще вешалки есть. И вот такой вот комод с классными принтами. Очень мне нравится эта мебель, как будто она действительно из Пинтерест. В полках у нас тут первое, это вот такой черный стеллаж с тремя отделениями. Полка в виде скейтборда. Фиолетовый крючок. И еще вот такой зеленый стеллаж. Теперь переходим к картинам, где находится много милых вещей. О, разработчики, что это за белая линия? Ё-моё, как так? Посмотрите, как много классных постеров. Есть еще вот такой постер. Постер с ленивцем. Тут написано «Ленивец змея». Темно-фиолетовые шторы. Они, кстати, вроде бы не просвечивают. И, кстати, посмотрите, как они загинаются. Это точно создаст туют в вашей комнате. Вот такой черный гобелен нам еще добавили. Ну и просто какие-то яркие картинки, которые могут украсить вашу комнату. О, сюда даже добавили диски, которые вешаются на стену. Ну и последняя, это такая доска, где висят ножницы. Разные нитки, катушки. Наверное, это доска для творчества. Ну и последнее в этом разделе, это тумбочки. Столик с цветочками. Вот такой интересный столик с лягушкой. И столик в виде кубика. И он, кстати, не открывается. Теперь посмотрим, что нам добавили в туалет. Так, в ванной, в туалетах и в раковинах ничего нам не добавили. Зато посмотрите, какие здесь классные зеркала. Ребята, мне очень нравятся вот эти зеркала с лампочками. Они такие классные. Также есть зеркало в виде луны. И еще мрачное, исписанное зеркало с разными картинками, какими-то рисунками. И есть еще вот такое фиолетовое зеркало. А в уходовое средство нам добавили косметичку. Давайте посмотрим, что внутри. Вот такая здесь пудра. Две помады. И много кисточек. А в последнем отделе добавили только фиолетовую корзину для мусора. Теперь посмотрим раздел кухни. В холодильниках ничего нам не добавили. Здесь тоже ничего нет. А в столах нам добавили два стола. Первый вот такой интересный стол. Давайте посмотрим, что он может. А, прикольно. Он опускается и поднимается. Вау, первый раз такое вижу, конечно. Ну и второй стол, он такой фиолетовый простенький. Стула нам добавили тоже всего два, а нет, три. Первое кресло фиолетовое. Второй стул такой черный, мрачный. И третий стул в виде цветочка. В приборы... О, вау, сюда нам добавили вот такую белую кружку с чайным пакетиком. А в еду добавили только энергетик с какой-то непонятной надписью. Давайте проверим, какого она будет цвета. О, такой прям едко-розовый. Давайте теперь посмотрим последний и самый большой раздел, это гостиная. Ну, в диваны нам добавили сюда вот такой розовый пуфик. Кресло-мешок вмятая. Подушка, на которой можно сидеть. Посмотрите, какое классное кресло. Вау, оно мне очень нравится. В коробке добавили две вот такие прозрачные коробки. Мне кажется, будет очень классно поместить их на свой стол и хранить там разную канцелярию. А также добавили два цветных ящика из магазина Хус. Вау, сколько всего освещения нам добавили. Ну, во-первых, это вот такая лиана с лампочками. Различные свечки. Тут даже есть свечка на подставке. И эту подставку можно использовать в разных целях. Также тут есть светящийся камень. Ребят, посмотрите, вы знаете, что это. Это же светодиодная лента. Блин, жаль, что она светит только одним цветом, но это очень классная задумка. Представляете, какие теперь атмосферные комнаты можно делать в токобока. Я очень надеюсь, что в следующих обновлениях разработчики будут добавлять другие цвета. Есть также гирлянда с облачками. О, кстати, она уже фиолетовая. Лампа в виде тучки. Ой, она светит разными цветами. Прикольно. Светящаяся надпись, которая была на энергетике. Блин, мне теперь интересно, что здесь написано. И еще какая-то лампочка. Также тут есть два милых светильника. И зелено-фиолетовая лава-лампа. Вот такая обычная лампочка. Кстати, ее можно довольно низко протянуть. А, вот, смотрите, есть еще одна светодиодная лента, но она уже желтая. И последняя это гирлянда в виде грибочков. В разделе для праздника ничего нет. Давайте теперь посмотрим растения. Вау, посмотрите, какие классные лианы сюда добавили. Особенно мне нравится с цветочком. Еще есть вот такая лиана на потолке. Роза в вазе. О, посмотрите, какой маленький кактус. И вот еще одно маленькое растение. Вот такой увядший цветок. Я, кажется, даже догадываюсь, от какого он персонажа. На нем даже написано, поливать нельзя. Цветочек со смайликом. Последнее это растение в диско-шаре. Теперь посмотрим, что у нас в игрушках. Капец, здесь так много вещей. Первое. Нам добавили сюда три прикольные подушки. Фигурку в виде лягушки. Ой, получилась рифма. Дальше нам добавили три игрушки в упаковках. Кстати, ребята, заметили? Это же игрушки монстриков, которые существуют в Токе. Вот этого чудика, например, можно найти на бесплатной свалке. Вау, это же органайзер для канцелярии. Тут лежат такие листочки и карандашики. Три вида. Черный баллончик. Ну, у нас есть только один персонаж, который может этим рисовать. Так, а это что? А как он открывается? А, все, поняла. Блин, я постоянно забываю, что иногда нужно тянуть. Так, а что это? Это книги и они пронумерованы. А, нет, ребят. Скорее всего, это не книги, это манги. Ну, это очень странно. Как вы думаете, что это может быть, ребят? Напишите в комментариях. Ну, блин, выглядят они, конечно, очень красиво. Вот есть еще вот такого вида. Вот эту коробку, кстати, тоже для чего-нибудь можно использовать. Листочек с надписью Keep Out. Все, ребят, это просто самое лучшее обновление. Посмотрите, что сюда добавили. Это же разбросанная одежда и мусор. Ё-моё. Это так классно, что теперь в комнате можно делать настоящий бардак. И это будет очень классная идея для каких-либо обустройств. Я просто в шоке. Также сюда добавили цветной манекен. И вот такой черный блокнотик. Ну, и теперь давайте посмотрим последний раздел, который у нас остался. Это раздел техники. Во-первых, у нас тут есть белая камера. И вот такие классные фотографии он может делать. Обязательно их нужно повесить на свою пробковую доску. Есть вот такой большой компьютер, на котором показывают рабочее место. Какой-то сайт, игра, гонки и YouTube. Отлично. Также есть большой телевизор и вот такой диск. Давайте посмотрим, что он показывает. Так, это какой-то батл, леднивцы и яйца. А, они соревнуются в танце. Ну, понятно. Также есть динамик, а точнее это радио, которое играет всего лишь одна музыка. Также есть джойстики и микрофон. А, посмотрите, тут оказывается есть еще целых два аппарата с музыкой. Так, стоп. Они ничего не играют? Блин, я выключила музыку в своей игре, так что у нас не получится послушать. Ну, ладно, сами купите этот набор и сами послушайте. Также тут есть швейная машинка. Ух ты. Прикольно. И электрогитара. Давайте послушаем, что она играет. Эм, и что это? Так, где музыка? Ладно, понятно, видимо, она не настроена. Ну что ж, вот такой вот у меня получился обзор. И я хочу сказать то, что это теперь одно из самых лучших обновлений. Мне очень понравился этот набор, и я всем советую его покупать. Нам добавили много классных вещей и современную мебель, которая как будто из Пинтерест. Вот серьезно, мне очень нравится, что разработчики делают такие офигенные обновления. Больше всего мне понравился четвертый стиль, но стиль Уэнста это, конечно, тоже очень круто. Кстати, ребят... Да е-мое, что за ерунда? Кстати, ребят, если вы заходили в магазин, то, наверное, увидели эту надпись в наборе Hello Kitty. Эта надпись переводится как до 31 января. И раньше ее не было, она появилась совсем недавно. И, скорее всего, это значит, что после 31 января этот набор пропадет из игры. То есть он останется только у тех, кто успел его купить. Так что, ребят, если вы хотите, чтобы этот набор был у вас, то скорее его покупайте, ведь совсем скоро его уже уберут из игры. Но я надеюсь, по крайней мере, что его уберут только из магазина, а не у всех игроков. Поэтому скорее его покупайте, ведь тут очень классная мебель и вещи. И это мой один из самых любимых наборов. Ну что ж, ребятки, на этом все. Я очень надеюсь, что вам понравилось мое видео. Пишите в комментариях, как вам это новое обновление. Мне оно, как я уже сказала, очень понравилось. Так что я советую его всем покупать. Большое спасибо тебе, солнышко, за просмотр. Не забывай смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Я всех очень сильно люблю. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok